К другим новостям, как продлить мужское долголетие. Этот вопрос представители медицинского сообщества обсудили за круглым столом. Специалисты разрабатывают действенный рецепт. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Медики приводят тревожные цифры. В большинстве регионов страны разница между средней продолжительностью жизни женщин и мужчин достигла 12 лет. У представителей сильного пола стали чаще выявлять урологические болезни. Такое, как мочекаменная болезнь, заболевание предстательной железы. Необходимо внедрение качественного нового подхода медицинской помощи мужскому населению. И здесь, конечно, ключевым является профилактическое и лечебное мероприятие, направленное на сохранение активного социального долголетия. От репродуктивных болезней сейчас страдает каждый четвертый мужчина старше 40 лет. Специализированную помощь готовы оказать врачи Центра здоровья Городской клинической больницы. По Центру мужского здоровья все-таки основные задачи, которые стояли и сейчас реализуются, это профилактика, ранее диагностика, лечение и реабилитация мужчин всех возрастов. Значит, в Центре мужского здоровья проводится диагностика, лечение основных заболеваний мочеполовой системы. Это хронического простатита, аденомопростата, эректильные дисфункции мужского бесплодия. Проблема в том, что большинство мужчин относятся пренебрежительно к плановой диспансеризации. А ведь шансы вылечить запущенные болезни сводятся к нулю. Профилактика, отмечают в Минздраве, сейчас выходит на первый план. Мы должны воспитать ответственное отношение каждого человека к своему здоровью. Ну и, конечно, мы сегодня должны воспитать здоровое поколение и медицины на перспективу даже профилактической и медицины сопровождения здорового поколения. Лучшие практики, которые востребованы среди юношей, среди мужчин, мы должны и в открытом режиме общаться с ними, и в закрытом режиме общаться для того, чтобы переломить эту ситуацию. Здоровье зависит от них, от каждого из них. Начиная с ребенка, с юношей, соответственно, и касаясь уже взрослого мужчины. Большого эффекта ожидают и от проекта по охране репродуктивного здоровья. Эту программу разработали специалисты Минздрава совместно с экспертами научного института имени Лопаткина. Что мы предлагаем сделать? Это провести несложное анкетирование мужчин в возрасте от 40-45 лет и старше. После заполнения анкеты мужчины делятся на три группы. Вот такой светофор, который красный, это наиболее подверженный воздействию. Их надо, конечно, срочно отправлять в следующем звену, в первую очередь к урологам. Очень важная нагрузка и важная роль это именно профилактического звена, вернее, первичного звена, это врачей общей практики или врачей, значит, участковых терапевтов. Потом мы достигаем пика и потихонечку начинает, в общем-то, это все снижаться и уменьшается в том числе финансовая нагрузка. В Чувашии большое внимание уделяют и своевременной диагностике. В числе последних приобретений республиканского противотуберкулезного диспансера передвижной флюорограф. Автомобиль с новейшей аппаратурой сможет добраться до самых отдаленных сел и обследовать за один рабочий день более 100 человек. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика.